Поводом для проведения проверки Восточным следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте стали целых три ЧП с летальным исходом. К сожалению, все погибшие не достигли совершеннолетия. Подробностей каждого происшествия прессе пока не сообщают, но, как правило, это невнимательность, любопытство и еще одно модное веяние – фотосессия рядом с железным полотном. О том, что несущийся или даже стоящий состав – это не просто антураж, как правило, думать уже поздно. У нас на железной дороге в основном эксплуатируются электровозы. И вот этот токоприемник, когда поднят, когда человек там находится, то там же ток высокого напряжения, то есть возникает дуга электрическая, которая сразу же поражает любой объект, который находится на крыше вагона. Только с начала этого года областная транспортная прокуратура зафиксировала 38 случаев травмирования граждан на железных дорогах, 22 из которых закончились летальным исходом. Часто люди просто идут по шпалам или переходят их в непредусмотренных для этого местах. Более того, сами себе наносят еще один контрольный в голову, нацепляют наушники и, видимо, думают, что состав мгновенно остановится в случае чего. Железная дорога не является местом для игр. То, что при нахождении вблизи железнодорожного полотна, рядом с железнодорожным транспортом, следует проявлять особую бдительность, внимание, детей не отпускать без присмотра, контролировать их поведение, переходить железную дорогу только в установленных местах. Главное убеждение – со мной такого не случится, всего лишь рулетка. Стоит ли ставить на кон собственную жизнь?